ну вот пришла весна сегодня 17 апреля 21 года на сегодняшний день вот так вот ставилась огород сейчас пройдем посмотрим как дачка пережила зиму вот здесь вот так называемый материал всякие доски с которых все что-то можно сделать вот осенью еще будку для собаки сделал вот она такая летняя да и зимой собака тут спокойно будет жить смотря какая собака длинношерстная то вполне сойдет но вообще собаки у нас сугробе спят даже бывалости лишь подстилка нее из будки вытаскивать зарывается сугроб а в будке ну не знаю как по настроению там сидят так вот бочка на зиму вот туда бревен наложил чтобы не расперла но едима ветром их подняла бочку вот так вот выперла но не лопнула сейчас загляну во внутрь сколько там еще льда ну льда еще куча таять и таять но не лопнула бревна спасли вот в этой части участка такое подобие фундамента сделано уже лежит много лет я думаю лет 40 на это бывшие сваи но так были уложены сейчас все плохо видно все завалено этими досками старыми которым я найду применение но как разбогатею здесь выстроил другой дом побольше двухэтажный пока пока будем пользоваться вот этим немного подремонтированным домиком сейчас посмотрим что внутри снаружи это вот подиум из этих гнилых старых досок что они там будут видеть что здесь есть хотя бы сухое место можно выйти уже на солнышке погреться в кресле вот моя дверь самодельная ну не ахти какого качества все на коленке пила молоток никакого особого инструмента но дверь мощная дом рухнет а дверь остается вот такой вот толщины 40 миллиметров ну она немножко усохла вон они щели видны ну ничего осталось покрасить чем-нибудь щели заделать и все дверь мощная дом рухнет а дверь останется вот такие ручки оригинальные так идем дальше ну сверху навес из поликарбоната разорвало ветром но он делался как временный на лето дождя оставили на зиму ну снег выдержал от ветра у краю большая парусность и все разорвало доски сверху покинул сейчас попробую отремонтировать штакетину прибить сверху да зальем клеем жидким ну может лето простое то там будем железом крыть посмотрим так заходим вовнутрь здесь очень тепло на улице плюс 1 здесь наверное градусов 10 вот такой эффект теплицы что окна стоят если снизу ничего не доделаю ставлю пенофласт залью по краям пеной ну и чем-нибудь обошью может старый куплю старый поликарбонат сверху сниму и им зашью вот эти вот бока ну посмотрим ну как в предыдущем ролике я показал что окна тоже все самодельные никакого инструмента особого вот такие вот окна сделаны из бруска который тут же валялся просто зачищены до более менее чистого состояния ну такое окно здесь такой временный столик в общем это типа летней кухни в принципе летом и спать можно место достаточно еще один топчан сделаю вот в этом месте или откидывающийся или стационарный так здесь лампочка заходим в домик окна целы не разбито ничего внутри сухо вот сейчас поставили чайничек чайку хлебоням он закипает уже ну и включил вот пушку тепловую трехкиловаттную сейчас быстро тепло нагонит нужно будет раздеться переодеться вот такую картину нарисовал тяп-ляп что в голову пришло краска оставалась подсказка на изготовление такой картины будет вот тут а сейчас что я куда повешу здесь на даче будет висеть вот на этом месте чтобы заполнить такое пространство будет акцент в интерьере вот чайничек закипает тут у нас вот так вот ну и температура на веранде у нас 10 почти 15 градусов вот на веранде там как теплицы так чайник закипел отключим все тут трупы мух прошлого сезона что-то какая-то лента не очень такая она привлекает мух вокруг летает мало кто садится но вот самые глупые сели и остались здесь навсегда и остались здесь навсегда сейчас пойдем посмотрим душевую летнюю кабину что там внутри изменилось или нет вот вот ее из окна видно зеленые сейчас глянем здесь здесь от центрального водопровода соединил трубы снял все краны но на всякий случай чтобы не украли потому что крадут все но вроде нынче не лазили но на всякий случай снял они быстросъемные быстро одеваемые поэтому перестраховался здесь вот картоном накрыли часть земли посмотреть как это сыграет на то чтобы под ней трава не росла ну что типа мульчи посмотрим эксперимент в общем здесь кстати вишня вот эта вот вишня ну такая вкусная сладкая единство что она просто немного меньше обычно вишня так здесь цветочки росли летом покрышки эти всеми любимые или нелюбимые буду переделать потому что эти покрышки глаз совершенно не радует какую-то одну большую клумбу можно вот сделать ну вот летний душ это ручка такая из акации была сделана что-то вот так вот облезлась если так каждый год будет слазить то ничего не останется то денег не было потрачено сделано из подручного материала вот такая ручка и такая защелка вот она дышевая кабинка такие же крючки из акации такие же крючки из акации ну и улит нормально и функционально здесь подача воды сверху ну и душ сам вот такой трап вот такой трап под ним яма в яме уложены три покрышки ну в общем типа так водосборная такая штука ну а так нормально здесь по высоте хорошо летом тут все продувается прохладненько душ примешь хорошо вот на этот крючок самодельный я вешаю душ китайский отдельно чтоб вода больше нагревалась да в принципе ее не нужно да так ничего делать уже вон даже мыло осталось а снутри тоже такая же ручка тоже по моему акация и защелка задвижка или как а еще живота типа полотенце полотенцесушитель пришел полотенце висит себе сохнет тоже экономия где так полно всяких ненужных остается вырезал нормально сделал в общем пойдет в общем пойдет так ну это сарай вот тетя мать ворон отпугивать ну тут хлам всякий ржавые гвозди молотки нитки веревки скобы газеты в общем так все что под руку попадалось сюда складывали чтоб не выкидывать постепенно выкинем что не нужно вот такой сарай вот эти ручки просто были на этом участке чтоб не пропадали прикрутил сюда а так бы такие же сделав звезды но есть и есть внутри такая же ручка из дерева ну туалет и туалет снежный с клейтем сарайом полочка для бумаги ну и дырка в поле в полу дырку показывать не буду некрасиво в смысле то что там внутри ну а здесь уже вытаяло все тут у нас такие сосны растут хочу сосны на участке чтоб росли но пока они вырастут наверно не одно поколение пройдет ну пока такие хоть такие тут вот катушка из под кабеля потом время появится буду из нее стол делать ну на улице чтоб можно было за ним сидеть шашлычницу но это будет потом сейчас весенняя страда осадки будет время сделаю выложу час так 13 с лишним соток в принципе есть где разгуляться вот такой стол сколотил тоже из этого хлама ну а че ну а че тяп-ляп и готово вот здесь вот под рябиной тенисто так летом хорошо табуретку самодельная моя стол мощный тут забор догородили по осени тоже из горбыля уж совсем худой был вот типа такой вот он был весь только не завалившийся ну а вон там море видно вон там наше море вон там наше море то есть участка моря видно по идее ну а если разживусь средствами вот в этом месте построить дом вот где катушка стоит и вот справа от катушки направо метров десять если на меня метров десять десять на десять домик место позволяет ну пока ждем ну это парник ну посмотрел в интернете делают это струб пвх и такое же сделал но но с тем стоит но не знаю жидковат он так надо еще наверно как-то усиливать вот 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 опять же пробовал пав ленты скреплять трубы вот таким вот образом вот 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 ничего очень мощно держится и ничего с ними не сделалось так наверное будет жесткости добавить в конструкцию но так то все стоит нормально клубничка уже с зелеными листьями ну в общем собственно и все пока что вот работы много всякой надо домик тут немножко утеплить будет хочу крышу опилками засыпать перемешать их цементом и с известью чтобы насекомые не заводились что крыши там практически считаю что и нету просто доски подшиты сверху и сверху тоже досками заложены то есть тепла там не будет летом то там хорошо но вот сейчас просто мы сибирь топим этой тепловой пушкой все тепло уходит поэтому опилками засыплю очень хорошо будет до ноября мы спокойно сидеть греться мяско жарить ну в общем что пока все буду ремонтировать поликарбонат попробую заклеить уже как сказал буду клеить до встречи